Добрый вечер в студии Наталья Шевченко о событиях в Украине в нашем выпуске. До конца этого года большое дело против экс-президента Виктора Януковича передадут в суд, заверил генпрокурор Юрий Луценко. Бывшего главу государства и его преступную группировку обвиняют в госизмене, в частности, узурпации власти, развале украинской армии и СБУ, разрушении информационной безопасности страны, нанесении огромного экономического ущерба, а также переходе на сторону врага, что привело к потере страной территориальной целостности и суверенитета. Сейчас делом Януковича занимается новосозданное управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Кроме того, генпрокуратура разработала изменения в закон о заочном судопроизводстве. Вскоре их подадут на рассмотрение парламента. Российское вооружение и военные до сих пор находятся на Донбассе. Кремль продолжает поддержку сепаратистов, за что несет особую ответственность. Об этом сказал генсек НАТО Йенс Толтенберг перед началом встречи министров обороны стран-членов альянса в Брюсселе. Передает европейская правда. Он призвал Кремль отозвать свои войска и оружие с оккупированных территорий Украины, а также обеспечить работу наблюдателей. Заявил, НАТО продолжит давить на Россию до выполнения минских договоренностей. За сутки в боевых действиях на Донбассе ранены шестеро украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны. На Донецком направлении ситуация обострилась. Под обстрелы попали позиции сил АТО в Луганском, Зайцево и Авдеевке. Там боевики активно применяли тяжелое вооружение. На Луганском направлении противник снизил свою активность. Боевые действия ведутся в районах станицы Луганской и Новоалександровки. Наиболее напряженная ситуация по-прежнему на Мариупольском направлении. Боевики продолжают применять минометы. На южных рубежах украинские военные вынуждены были открывать ответный огонь. За минувшие сутки на Мариупольском направлении зафиксировано 24 вражеских обстрела. 9 из них минометные. В Новоазовском районе Донецкой области противник организовал 4 полета беспилотников. Продолжаются боевые действия в Марьинском районе, Гранитном и участке фронта Павла Польширокина. Противник, как и раньше, активно применяет минометы. Найти Эрвина Ибрагимова. Такое требование выдвинули участники акции под российским посольством в Киеве. Они призвали политиков и международные организации повлиять на неправомерные действия Кремля. Активисты уверены, похищение члена Меджлиса санкционировали именно российские власти. В частности, на записи с камеры наблюдения видно, как группа мужчин 24 мая силой заталкивает Ибрагимова в микроавтобус и увозит. С тех пор об активисте ничего не известно. К тому же, это не единственный случай в Крыму. За период оккупации полуострова России без вести пропали 15 крымчан. Мы считаем, что хотя бы раз в месяц нужно напоминать общественности о тех людях, которые исчезли на оккупированной территории Крыма. Естественно, власти России открещиваются от этих событий. Где сейчас находится Ирвин Ибрагимов, никому неизвестно. 109 украинских граждан находятся в заложниках в России. 495 человек считаются без вести пропавшими. В ближайшее время надеются на освобождение хотя бы 47 украинцев. Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит. Кроме того, по его словам, Украина использует все возможные правовые механизмы для возвращения политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко из России. К решению вопроса подключили лучших юристов, представителей МИДа и силовиков. Также СБУ держит на контроле состояние заключенного Станислава Клыха. Напомню, столичного преподавателя истории обвинили в том, что якобы воевал в Чечне против России. Его приговорили к 20 годам заключения. Из-за тюремных пыток у него произошел нервный срыв. Адвокаты требуют экстрадиции и госпитализации заключенного. Тысячи зафиксированных фактов преступлений в зоне АТО и Крыму, десятки найденных военных преступников. Такой результат расследования украинских правозащитников. Украинская хельсинская группа по защите прав человека создала специальный центр. Его задача – собирать доказательства нарушений закона на оккупированных территориях. Больше о его работе расскажет Юлия Кричкова. Десятки общественных организаций, украинских и международных, ежедневно фиксируют нарушения прав человека на Донбассе и в Крыму. Привлечь виновных к ответственности, пока эти территории оккупированы, проблематично. Более реально будет по окончании АТО. Крайне важно предоставить мировой общественности как можно больше доказательств преступлений против украинского народа. Для этого правозащитники теперь собирают их специальную базу. Создана она по примеру других стран. Такие центры созданы во многих странах, которые пережили конфликты на своих территориях. Это и Хорватия, и Сербия, и Босния, и Герцеговина – страны, которые пережили тяжелые времена в центре Европы. И Украина вынуждена присоединиться к ним. Их проблема была в том, что информацию начинали собирать они слишком поздно. Мы делаем это уже сейчас. Сейчас в центре документирования работает всего семь человек – администратор, координатор, оператор и аналитики. Данные получают из разных источников. Уже опрошено более ста пострадавших, проведены 34 полевые миссии в зоне конфликта, открыты приемные во всех областях Украины. Благодаря им сотни свидетелей смогли сообщить о нарушениях прав человека боевиками. Также налажен автоматизированный мониторинг СМИ и соцсетей. Он помогает аналитикам центра искать преступников. В соцсетях на данный момент существует множество страниц, людей, которые принимают участие в конфликте на востоке Украины. В ходе анализа этих страниц можно помимо непосредственного информации о чете выяснить также круг его знакомств. С тем он общается. По фотографиям определить, где, когда он находился. Если есть фото с шевронами и с военной техникой, можно определить подразделение, в котором он находится. Правозащитники надеются, собранная доказательная база в будущем будет использована при рассмотрении дел международными трибуналами и поможет наказать в виновных преступлениях. А пока данные передадут в специальную межведомственную комиссию. В соответствии с планом реализации национальной стратегии по правам человека до 2020 года предусмотрено создание межведомственной рабочей группы по контролю за соблюдением международного гуманитарного права на оккупированных территориях и в зоне проведения АТО. Данные, полученные правозащитниками, будут крайне полезны для нас. Мы надеемся на тесное сотрудничество. Инициатор создания Центра документирования – украинская хельсинская группа. Создана она еще в конце 70-х годов прошлого века. Главной ее задачей был контроль за соблюдением хельсинских соглашений, которые гарантируют права человека. Советская власть репрессировала многих ее участников. Среди них был Вячеслав Черновол, Левко Лукьяненко, Василий Стус. По иронии судьбы, группе снова приходится отстаивать права людей, нарушенные приверженцами возрождения СССР. Украина может получить безвизовый режим до 24 ноября перед саммитом Украины-ЕС. Об этом в комментарии Deutsche Welle заявила докладчик по визовому вопросу в Европарламенте Мария Габриэль. Но сначала свою позицию должен согласовать Совет ЕС. После этого начнутся переговоры с Еврокомиссией и Европарламентом. Но уже есть сигналы сильной политической поддержки от некоторых лидеров государств и друзей Украины, заявила евродепутат. Она отметила, что следующая пленарная сессия начинается 21 ноября. Тогда теоретически и наступит время для принятия решения. Соединенные Штаты запустили в Украине программу поддержки децентрализации на 50 миллионов долларов. В течение пяти лет финансовую и консультационную помощь получат 75 лучших объединенных общин. Первые 25 уже отобрали. На Прикарпатии они практически пример децентрализации в деле. Жители шести сел одними из первых объединились в общину Верхня. Говорят, не жалели ни минуты, ведь местный бюджет до этого составлял 200 тысяч долларов. Теперь полтора миллиона. Мы активно работаем с прооновскими проектами. Четыре раза подряд выигрывали в областных проектах поддержки. Все это дополнительные деньги для развития нашей общины. И только глупый не хочет воспользоваться таким шансом. Воспользоваться предоставленным шансом решили и в этот раз. Как только узнали о программе финансирования от агентства США по международному развитию, сразу решили, что должны в ней поучаствовать. При отборе показали комиссии свои реальные результаты. По состоянию на 1 сентября мы сделали капитальный ремонт нашей начальной школы. Также мы открыли группу в детском саду. У нас очень много детей. Ремонт еще двух школ фактически на стадии завершения. Еще мы начали ремонт дорог. Его мы решили делать по инновационным технологиям. Можем себе это позволить. Как говорит сам директор проекта Берри Рид, критерии для отбора общин были очень жесткими. Помимо предоставления уже достигнутых результатов, претенденты выполнили и ряд тестовых заданий. В частности, психологических, экономических и на знании законодательства. Что мы будем делать теперь после успешного завершения отбора? Во-первых, программа начнется с разработки стратегии развития для каждой конкретной общины, учитывая ее уникальные потребности. Мы проанализируем, что сейчас есть у общины и чего ей не хватает. Все это поможет нам нарисовать дорожную карту, с помощью которой мы преобразуем общины. Дороги, школы, детские садики, больницы, поликлиники, другие учреждения. В эту карту войдет все. За неполных два года проведения децентрализации уже созданы 172 общины. Еще 76 ждут выборов. При этом местные бюджеты по сравнению с прошлым годом возросли практически наполовину. На миллиард 326 миллионов долларов. В Кабмине темпами реформирования удовлетворены. Создание современной и эффективной системы местного самоуправления – это один из личных приоритетов в работе. Потому что мы должны создать действительно функционирующий механизм, который даст возможность объединенным общинам жить по-европейски. А для этого нужны и полномочия, и ресурсы. А вот для успешного завершения децентрализации по всей Украине необходимо принять еще около 10 законопроектов. В профильном министерстве заверяют – все они уже разработаны и переданы на рассмотрение в комитеты Верховной Рады. Маргарита Стыцюк, Евгений Савицкий, UATV. Это все, о чем успеваем рассказать в этом выпуске. Оставайтесь с UATV. Мы всегда рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова